Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами разберем третий модуль учебника Спортлайт за седьмой класс и переходим к рубрике The house that Ben built. Дом, который построил Бен. И давайте посмотрим, какие у нас есть задания. Read and listen. What is the den? Прочитайте и послушайте, что такое den. И вы должны будете после того, как мы прочитаем, ответить, что это a type of a tree, какой-то вид дерева, a private space, какое-то частное пространство или a large detached house, большой, стоящий, отдельно стоящий дом. И, ребята, давайте также посмотрим на правила countable and uncountable nouns. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Look, посмотрите. И прочитаем его. Countable nouns have got singular and plural forms. We can count them one chair, two chairs. То есть, исчисляемые и существительные имеют форму единственного и множественного числа. Мы можем их посчитать. Например, один стул, два стула. Uncountable nouns haven't got singular or plural forms. We can't count them. One electricity, two. Значит, они исчисляемые и существительные не имеют форму единственного или множественного числа. Мы не можем их посчитать. То есть, мы не можем сказать, как в данном варианте, одно электричество или два электричества, да, мы можем сказать просто electricity. Окей. Ребята, давайте прочитаем текст и ответим на вопрос. Ребята, а между тем, если мои видео вам помогают, пожалуйста, обязательно становитесь друзьями канала. В следующем году у нас уже записано много видео для восьмого класса. Так что подписывайтесь, чтобы не потеряться. Итак. Do you ever dream about having your very own space? Ты когда-нибудь мечтал о том, чтобы иметь свое собственное пространство? Do you hate sharing your room with your brother or sister? Тебе не нравится делить свою комнату с братом или сестрой? Well, meet Ben. Итак, встречайте Бена. This fourteen-year-old designed his own den and then he built it in a tree behind his house. Этот четырнадцатилетний, значит, имеется в виду подросток, мальчик, да, сделал дизайн своего собственного пространства и затем он построил его на дереве за своим домом. Итак. Now he is writing a book with advice and instructions. Сейчас он пишет книгу с советом и инструкциями. So, if you feel inspired, you can build your own house, too. Итак, если вы чувствуете вдохновение, то вы можете построить свой собственный дом тоже. Ben's parents live in a detached house. Родители Бена живут в отдельном стоящем доме. His den is in a big tree in their garden. Его пространство на большом дереве в их саду. Inside it's very cozy. Внутри очень уютно. То есть, ребята, вы видите, что слово den переводится как private space. Какое-то свое частное пространство, да. Итак, внутри очень уютно. There is an old sofa and two armchairs and there is also a desk. Там есть старый диван, два кресла и также рабочий стол. There isn't any water, so the treehouse hasn't got a bathroom. Там нет воды и поэтому дом на дереве не имеет ванны. То есть, там нет ванны в доме на дереве. But there is electricity, so Ben's got a TV and he's even got a small fridge. Но там есть электричество и поэтому у Бена есть телевизор и у него есть даже маленький холодильник. There is also a bed and he often sleeps up in the tree. Там также есть кровать и он часто спит на дереве. Sometimes Ben uses his den as a quiet place to think or play his guitar. Иногда Ben использует свое пространство как тихое место для того, чтобы подумать и поиграть на гитаре. There aren't any neighbors, so the only noises are the birds that live above his den. Там нет соседей и единственный шум это от птиц, которые живут над его собственным домом. Итак, when he gets some homework, he takes a tub into the tree. Когда у него есть домашняя работа, он берет ее с собой на дерево. And at the weekends he relaxes there with his friends. И на выходных он там, значит, отдыхает со своими друзьями. There is always some food in the fridge because telepizza don't deliver here. Там всегда есть еда в холодильнике, потому что telepizza не доставляет, не делает доставку сюда. Итак, ребята, и давайте с вами перейдем ко второму заданию. Find words in the text that match these definitions. Найдите слова в тексте, которые подходят к этим определениям. Are the words countable or uncountable nouns? Эти слова исчисляемые или неисчисляемые существительными? 1. A chair for more than one person. Стол для более чем для одного человека. Ну, ребята, я могу угадать, что это sofa, диван, да? A sofa is countable. Диван можно посчитать, это исчисляемые существительные. A liquid you drink – жидкость, которую ты пьешь. Это water – вода, да? И вода, она uncountable. Ее нельзя посчитать, она неисчисляемая. Далее, a musical instrument – музыкальный инструмент. Это a guitar – гитара. Ее можно посчитать, это countable. Далее, everything that you eat – все, что ты ешь. И это food – еда. По-моему, тут именно слово food употреблялось, да? И food – еда, ее нельзя посчитать. Это uncountable – неисчисляемое существительное. Далее, people that live near you – люди, которые живут рядом с тобой. И, ребята, это слово neighbors – соседи. Их можно посчитать, потому что neighbor – сосед один, two neighbors – два соседа и так далее. Это countable noun – исчисляемое существительное. И шестое – work you do for school – работа, которую ты делаешь для школы. И работа, которую ты делаешь для школы – это homework – это uncountable – неисчисляемое существительное. И, ребята, давайте перейдем с вами к следующему заданию. Answer the questions – ответьте на вопросы. How old is Ben? Сколько? Сколько лет Ben? He is fourteen – ему четырнадцать. Where is his den? Где его пространство? It is… Давайте, ребята, посмотрим, да? Оно на дереве. In a tree, да? In a tree. На дереве. Далее. Where do Ben's parents live? Где живут родители Дэна? И, ребята, Ben's parents live in a detached house. То есть в отдельно стоящем доме. What furniture is there in Ben's den? Какая мебель есть в доме, в пространстве Дэна? И давайте посмотрим, что там есть, да? Итак. There is a sofa. There are two armchairs. Есть софа. Есть два кресла. There is a fridge. Холодильник. And a TV. И телевизор. Далее. Итак. Does Ben ever sleep there? Ben когда-нибудь там спит? Yes. He sleeps. Давайте посмотрим, как об этом написано. Да. He often sleeps up in the tree. He often sleeps there. Он часто там спит. Далее. Is it quiet in the den? В его пространстве. Тихо. Yes. It is. It is quiet. He can hear only birds. Он может слышать только птиц. И, ребята, переходим с вами к четвертому заданию. Imagine you've got your own den. Вообразите, что у вас есть твое собственное пространство. What has it got inside? Что у него? Что в этом пространстве внутри? Например. My den has got a big sofa and. Например. В. Там есть. Большая. Большой диван. И. Ну. Вы воображайте. And a small table. Маленький стол. Two chairs. Два стула. Например. A small cupboard. Маленький шкаф. И еще что-нибудь. Да, ребята. Дополняйте. Ок. Ребята. На этом все. Мы с вами переходим к рубрике грамматика. Встретимся с вами в ней. Обязательно подписывайтесь, всем счастливой удачи, всем пока!